Меньше недели до старта в прошлое. 1 мая взмахом пера президенты трех стран России, Казахстана и Белоруссии подпишут договор о создании Евразийского экономического союза. По сути новое объединение почти аналог забытого старого. Машина времени с курсом на советское прошлое заработает уже с 1 января будущего года. Безусловно, лидерам наций столь тесное сотрудничество будет только на руку, а выгодно ли оно простым гражданам? Слуги народа ведь никогда с мнением своего электората не считаются. Наша редакция решила исправить обидное недоразумение и узнать у людей, чего они ждут от слияния трех стран. Как вы считаете, Казахстану стоит присоединяться к России или нет? К России? Ну не думаю, потому что вроде была долгая история от соединения. И зачем обратно? Добились независимости, зачем обратно? Нет, не стоит. И стоит, по-моему. Впрочем, не только казахстанцы дружить за СОС не желают. В Москве вполне отдают себе отчет в том, что Россия для Казахстана с Белоруссией, с их экономическими и энергетическими проблемами, сродни матки-кормилицы. Люди практически ничего не знают о строящемся Евразийском экономическом союзе, но не хотят, чтобы за их счет наравне с Крымом жировали другие республики. Что вы знаете о Евразийском союзе? Стараюсь вообще ничего о нем не знать. Мне кажется, что по отдельности эти страны не будут менее продуктивны, чем в Союзе. А как вы считаете, России это нужно? Мне не нужно. Ну а зачем нам лишние территории? Нам, дай бог, со своими территориями справиться. Было бы неплохо. Увеличение территории любого государства – это всегда плюс для государства. Печально другое, что накануне объединения в Евразийский экономический союз ни в одном государстве не провели референдумы. Власти откровенно в очередной раз плюнули на мнение граждан, благодаря которым высокопоставленные чиновники являются самыми богатыми людьми планеты.